Добрый вечер! Меня зовут Вадим Токменев. Напоминаю, что сегодня суббота, 27 июня. Ну и как всегда в это время свою работу в прямом эфире НТВ начинает центральное телевидение. Первое информационное шоу о событиях, которые обсуждают, да и люди, о которых говорят. В Москве 19 часов 0 минуты 35 секунд. Ну и вот сообщения, которые прямо сейчас приходят на ленты информационных агентств. Итак, сразу срочная новость с пометкой молния. В парке тайваньского города Синьбэй во время праздничного гуляния прогремел взрыв. Ранены 100 человек. Информации о жертвах пока нет. Мы будем следить за новостями из Тайваня. И неужели это еще один теракт, которых на этой неделе было немало? Авиакатастрофа в Кемеровской области. Разбился частный вертолет, на борту которого были трое человек. Все они погибли. Ну а темой, которой уже много часов подряд приковано внимание всего мира, остается самый кровавый и самый массовый теракт в истории Туниса. Ответственность за него, как сообщает агентство Reuters, уже взяла группировка «Исламское государство». Все подробности узнаем прямо сейчас. Ведь вместе с нами, за главными событиями дня, напомню, следит и студия новостей МТВ, в которой сегодня весь вечер дежурит Михаил Чабаненко. Миш, ну что ж, выходит, подтвердились самые худшие опасения. Расстрел туристов на Тунисском пляже. Дело рук боевиков ИГИЛ? Вадим, да, это так. ИГИЛ в Твиттере подтвердила свою причастность к теракту, но нельзя не обратить внимание на важную деталь, которая стала известна в ходе расследования. Один из нападавших, тот самый, которого сотрудники полиции застрелили на месте теракта, так вот, как выяснилось, раньше он не имел никакого отношения к исламскому государству. Друзья и родные говорят, что 23-летний студент из Туниса никогда не отличался радикальными взглядами, был вполне мирный парень. Так что не исключено, что речь идет об очередном молодом новобранце, поддавшемся влиянию боевиков. Вот о чем еще расскажу я и мои коллеги. Льет как из ведра. Сильнейшие ливни пришли и в центральную часть России. Продажа турпутевок в Крым, в Латвии, стала уголовным преступлением. В офисах туроператоров прошли обыски. С подробностями из риги Андрей Хромцов. Верховный суд США разрешил на всей территории страны однополые браки. О радужном настроении в Америке. Алексей Веселовский. Но это, конечно, не все, о чем мы сегодня расскажем. Ведь впереди не только хроника субботы от нашей службы новостей, но и все самое невероятное, захватывающее и обсуждаемое на этой неделе от репортеров центрального телевидения. Расстрелянный рай. Увеет Франция, Тунис. Всего за один день исламские экстремисты убили десятки ни в чем не повинных людей. Где нанесут свой следующий удар фанатики, громко заявившие, что открывают месяц охоты на неверных по всему миру? Они могут угнать любую современную машину, перехватить управление поездом и даже захватить самолет. Неужели хакер с ноутбуком теперь может быть опаснее террориста с бомбой? Концерт мира под грохот мин и снарядов. Известная американская пианистка, которую выгнали из оркестра за слова в поддержку Донбасса, приехала в Донецк. Ваша дочь еще не просила грудь чуть побольше и другое лицо? Может, она просто не следит за современными трендами? Почему родители своими руками готовы превратить ребенка в живую куклу? И как уберечь детей от новой моды, ради которой они просятся под нож? Сегодня власти Туниса уточнили число погибших в результате теракта в курортном городе Сус. Согласно отчету, в списке жертв 38 человек. Кроме того, на больничных койках сейчас остается почти 40 иностранных туристов, в том числе одна наша соотечественница и гражданка Украины. Минувшие ночью боевики исламского государства заявили, что именно они берут ответственность за нападение на тунисские отели. Сейчас эту информацию проверяют спецслужбы, хотя ранее власти Туниса заявляли, что атаку совершил один человек. Это некий Абу-Яхья Аль-Кировани, 23-летний студент одного из местных университетов, который никогда не был замечен в связи с исламистами. Впрочем, точное количество нападавших на отели до сих пор под вопросом. Некоторые свидетели говорят, что видели как минимум троих террористов. Власти Туниса также сообщили, что закроют в ближайшие дни 80 мечетей, где, по их данным, собираются поклонники радикального ислама. Ну и тут, наверное, стоит напомнить, как в течение всего одного дня уже названного кровавой пятницей страшные события, словно чудовищный пазл, складывались в жуткую картину. Франция, 10 утра, неизвестные на машине таранят ворота местного завода и врезаются в баллоны с газом, а кругу сотрезает мощный взрыв. Тут же становится известно об одном погибшем и десятке тяжелораненых. А чуть позже рядом с фабрикой найдут отрезанную голову и тело с надписями на арабском. Ни у кого нет сомнений, это теракт. Все та же пятница, полтора часа спустя, теракт в битком набитой мечети Кувейта. Погибли 27 человек, десятки между жизнью и смертью. И окончательным ударом под дых всему миру становится известие, которое еще через час приходит из Туниса, с одного из самых популярных курортов, где каждый год отдыхают сотни тысяч иностранцев, в том числе и россияне. Городок Суз, самый разгар дня, переполненный пляж у шикарного семейного отеля. Неожиданно к берегу причаливает лодка с вооруженным автоматом Калашникова «Убийцы в черном», который открывает огонь по ничего не подозревающим людям. Среди погибших туристы из Германии, Англии, Франции, Бельгии. В те минуты на побережье было немало отдыхающих и из России. В списке жертв их пока нет, но одна россиянка ранена. Вот она, 30-летняя Екатерина из Москвы. А ее мать Татьяна пропала без вести. Первым на месте кровавой бойни оказался репортер тунисского телеканала Мохолес Кауби. Все детали и уникальные свидетельства очевидцев в его репортаже. Специально для Центрального телевидения. Очевидно, что эта террористическая атака на курорт Суса изменит весь Тунис до неузнаваемости. Погибли десятки человек. Гибель предрекают и всей стране в плане экономики и политики. Издалека этот гром среди ясного африканского неба. Кому-то на этом пятизвездочном балконе сначала показался очередной забавой аниматоров. Но так началась черная пятница. Так уже назвали самый страшный за многие годы теракт в Тунисе. Одет, как обычный турист. Футболка, шорты. В этом молодом кудрявом парне ни местные, ни туристы не заподозрили жестокого киллера, пока он не достал этот автомат. Раздались выстрелы. Моя жена побежала к отелю, а я всего пару шагов сделал, и в меня попала пуля. Дальше помню только выстрелы и что вокруг лежали убитые люди. Сначала говорили о трех нападавших, потом о двух. Одного точно полицейские застрелили рядом с отелем, другого вроде как взяли живым. Вот какого-то мужчину ведут к машине, а сбежавшийся на шум толпа местных пытается отбить его у стражей порядка, чтобы здесь же привести в исполнение свой народный приговор. Но это кадры задержания сообщника убийцы в городе Сус. Это угроза всем странам и не только арабского мира. Оказалось, что террористы могут нанести удар по нам в любой момент. Турист из России Петр Алексеев уверяет, что в страшном сне не мог себе представить, что будет рассказывать такое о первом дне своего отпуска. Подошел поближе, я увидел пожилого мужчину, у него была прострелена голова, рядом с ним лежала его жена. Он один из тех, кто, услышав выстрелы, схватил телефон и начал снимать. Все секьюрити побежали в сторону пляжа, и я, естественно, хотел понять, что происходит. Пошел вместе с ними. В кадр любительской камеры попадется цепление вокруг пляжа и шарящие в воде водолазы. Через пару минут они найдут здесь мобильный телефон террориста. Есть граждане России и в печальных списках жертв. Среди более чем 60 человек. Вот раненую в плечо 30-летнюю Екатерину Хоменко перекладывают с окровавленного шезлонга на носилки и несут к ней от ложки. А судьба ее 53-летней мамы Татьяны Хоменко неизвестна до сих пор. Она числится пропавшей без вести. Маршрут убийцы восстановлен по шагам. 23-летний студент по имени Сейфиддинг прошел насквозь весь отель. От пляжа через скрытый бассейн и здесь жертвы. Дальше к бару, ресторану и на улицу. Стрелял только в туристов. Местных просил не мешать. Успел выбросить пару гранат. Никакой маски на террористе не было. То есть он и не думал убегать. Все время потратил, чтобы, как в тире, расстрелять как можно больше беззащитных мишеней, зарабатывая себе, как он наверняка думал, путевку в рай. Махаласка убий специально для центрального телевидения. Ну и еще раз повторю. По предварительной информации, россиянка Екатерина Хоменко была ранена в результате этого чудовищного теракта, а ее мама Татьяна пропала без вести. Сейчас в нашей студии отец семейства Николай. Я понимаю, что вам сейчас нелегко. И уж тем более потому, что буквально только что, я так понимаю, звонок из Туниса надорвал вашу надежду по поводу супруги. Мне позвонили с туристической фирмы, с Москвы, где они брали путевки. Нашли тело. Надо будет вылетать на опознание. Вот все, у меня больше информации нет. Но нет же достоверной информации, что это тело вашей супруги? Нет, конечно. Будем надеяться, что это не она. Скажите, у вас, вот когда вы разговаривали в последний раз, это было в пятницу, ни у них, ни у вас не было никакого предчувствия, что что-то должно произойти? Да нет, все были радостные, веселые. Все было хорошо. В четверг мы с ними связались по скайпу, они разговаривали. Показывали номер, улыбались. Показывали окно, балкон, пальмы. Все было нормально, никаких... Ну, как все время они ездят, все время с мамой отдыхать. Не первый раз. А уже, когда они перестали отвечать на телефоны, уже, конечно, было плохое предчувствие. Ваша дочь сейчас в больнице. О ее состоянии вы что-нибудь знаете? Пока. Она ранена, плечо, все. Которая первая информация была, больше никакой информации нет. Вы сегодня пробовали набирать дочери и жене? Я пробовал набирать дочери, дочери пробовал. Телефон не отвечает. А давайте прямо сейчас попробуем все-таки набрать номер телефона вашей дочери. Давайте попробуем. Оставьте сообщение. В настоящий момент вызываемый абонент недоступен. Говорите после сигнала. Вот вчера с 19 часов вот такой ответ все время был. Скажите, у кого-то из ваших друзей, может быть, родных, не знаю, есть какие-то знакомые в Тунисе? Кто сейчас рядом с дочерью? Клиники, где, предположительно, она находится? Нет, пока никто, ничего. Я прошу правительства президента и все наши службы умеют помочь в этом разобраться и связаться как-то с дочерью. Я готов вылететь сегодня. Мне главное, чтобы связаться с дочерью. Хоть узнать, какое у нее состояние. Все, спасибо. Извините. Ну, и действительно, не дай бог любому это почувствовать, когда еще день назад ты провожал дочь и супругу на отдых, а сегодня вдруг узнаешь, ребенок в больнице, а жены, возможно, больше нет в живых. И разве кто-то решится сейчас сказать, что эти нелюди-террористы где-то там далеко, что это нас не касается. Но, вы знаете, все-таки хочется верить, что надежда еще остается. А вдруг все это ошибка? Там же в Тунисе сейчас находится и наш репортер Светлана Чабан, которая должна разузнать все подробности и которая готовится выйти к нам в прямой эфир. Как только мы наладим связь с Тунисом, мы непременно вернемся к этой теме. Ну, и вот вы знаете, невозможно представить, о чем успели подумать отдыхающие, когда на залитом солнцем пляже неожиданно возник вооруженный человек в черном. Но наверняка многие сразу поняли, это террорист. Ведь каждый из нас из телепрограмм, фильмов и книг знает, боевик-фанатик чаще всего выглядит именно так. Темная одежда, взрывчатка на поясе или автомат в руках. Но далеко не все догадываются о другом. Для того, чтобы оставить кровавый след в истории, одержимому убийцу может быть достаточно одного лишь ноутбука с выходом в интернет. На этой неделе сюжет, который до этого мы могли видеть, разве что в лихо закрученном триллере, стал явью для сотрудников и пассажиров польских авиалиний. Система управления полетами, а вместе с ней и жизни полутора тысяч самых обычных людей оказались в руках неизвестных кибертеррористов. Атаковавшие польскую авиакомпанию хакеры не выдвигали никаких требований, в том числе и не просили денег. Смешав все карты, испутав рейсы, они бесследно растворились во всемирной паутине. И от этого становится еще тревожней. Ведь эксперты по международному терроризму уже давно бьют тревогу. В рядах боевиков есть немало умелых программистов, которые давно разрабатывают разные варианты, как захватить самолет или пояс без единого выстрела онлайн. Ну и, конечно, нельзя исключать, что киберзахват в аэропорту Польши тренировка тех самых анонимных преступников. Наш репортер Константин Панюшкин попытался раскопать все, что известно об этой новой угрозе и убедился относиться к ней как к чему-то виртуальному и маловероятному, опасно для жизни каждого из нас. Две сотни лайнеров польских авиалиний были в небе, когда в штаб-квартире в Варшаве вдруг зависли компьютеры, а потом понеслось. Уже буквально через час вся наша сеть упала, и мы были вынуждены принять непростое решение отменять рейсы. Посадку вновь объявили только спустя пять часов. Теперь сплошь догадки. Может, баловались студенты, может, промышленный шпионаж или, самое страшное, терроризм. Судя по информационной утечке, это не было просто атакой. Были, как стало известно, и человеческие ошибки. Может, кто-то из сотрудников лота ставил на офисном сервере стандартный пароль, а взломщик это использовал. Звезда польских хакерских конференций Петр Кубички назначит встречу в кафе на окраине. Увесистый рюкзак сплошно обид примочками для взлома буквально чего угодно. Вот, это классная вещь. Называется фальшивая точка доступа. Маленькая пластмассовая коробка, источник беспроводного интернета. Похожие найдутся дома у каждого. Вся разница лишь в том, что это устройство под видом Wi-Fi взламывает смартфоны и ноутбуки. Прямо сейчас мы залезли в какие-то телефоны. Твой ноутбук. Попробуй зайти на любой сайт. Тут сказано, тебя только что хакнули. А что будет, если спрятать прибор в аэропорту? Да, это им сильно испортит жизнь. В начале июня американской United Airlines пришлось внештатно сажать все свои самолеты. Бортовые компьютеры лайнеров взбесились прямо в полете. Пилот сказал, что система плюется полетными планами. Случайные планы загружаются снова и снова. Месяцем ранее ФБР задержала хакера Криса Робертса. Якобы тот через игровую приставку, сидя в пассажирском кресле, перехватил управление самолетом. И вдобавок с высоты в 10 тысяч похвастался в социальных сетях. Ну что, поиграем? Включить экстренную подачу кислорода. Что скажете? Теперь в интервью Крис говорит, что у агентов спецслужб просто нет чувства юмора. Нет-нет, конечно, я не брал на себя управление самолетом. Я просто хотел показать, что это легко и что это возможно. Кого-то привлекает лишь хаос. Недавнее открытие хакеров. Ноутбука с самодельной антенной достаточно, чтобы радары в диспетчерской аэропорта заполнили десятки или даже сотни несуществующих рейсов. Как быстро профессионалы распознают фальшивки. Сколько бортов чудом уйдут от столкновения в небе. Он что, собирается врезаться в аэропорт? Правда, что ли? Он летит прямо на нас! Это, к счастью, лишь модель ситуации. Но я надеюсь, вы поняли, что обнаружилась огромная брешь. Другое дело поезда. Даже на огромной скорости. В современном экспрессе, кажется, ну, ничего не предвещает беды. Человек с ноутбуком в одозрении тем более не вызывает. Неужели каждому теперь надо заглядывать в монитор? Но даже чрезмерная подозрительность может не уберечь. Тут у меня что-то вроде вокитоки. И с его помощью я могу отправить сигнал. Стоп, машина! Этот сигнал за секунду активирует тормоза любого польского поезда. Так вот, ребята приходят на вокзалы с этой игрушкой. Включают ее и парализуют железную дорогу. А что, если это попадет в руки отчаянному подростку? Один польский школьник уже как-то собрал из допотопного телевизионного пульта пульт управления стрелками рельс. Первый вагон трамвая сворачивал вправо, второй мальчишка отправлял влево. Я сейчас продемонстрирую вам, как взламывается система, приблизительно похожая, которая используется в поездах. В московском офисе специалистов по кибербезопасности моделью локомотива управляет программное обеспечение настоящего немецкого поезда. Илья Карпов в сотый раз показывает, как оно уязвимо. Я могу произвести помимо просто контроля, например, аварийную ситуацию. А чтобы взломать легковушку или даже 50-тонную фуру, не обязательно выходить из дома. Машина, в принципе, на охране. Всем ведь знакома сигнализация с функцией дистанционного запуска. Особенно удобно зимой. Включил машину с мобильника, пока одевался, нагрелась. Кто же мог подумать, что именно в излишествах спрятан риск? Соответственно, меня там нет. Все это сделано через интернет. Таких сигнализаций. На каждой второй машине стоит у нас в России. Соответственно, мы, если захотим, можем сделать такой ноу-хау на Новый год, запустить все автомобили. Взломав эти сервера. Роман Ильин обнаружил фатальную опасность автомобильных апгрейдов, когда новинка еще только появилась в России. К счастью, большинство людей с его умением обойти любую защиту, как и сам он заняты безопасностью, а не бесконтрольными взломами. То есть можно заблокировать рулевую колонку, отключить, не знаю, коробку передачи. А взглянешь на географию хакерских атак? Тех, что можно засечь в реальном времени, кажется, будто на целой планете. И вовсе не осталось неуязвимого места. Константин Панюшкин, Виктория Петрова, Николай Саватеев, Игорь Кириллов. Центральное телевидение. После этого в голове действительно крутится только одно, а не слишком ли много угроз на нас разом свалилось. Тем более, что именно на этой неделе мы снова узнали о коварстве не только кровожадных нелюдей, но и природы. И ведь со стихией, как выясняется, бороться вообще невозможно. Вот эти шокирующие кадры недели. Курск, Челябинск, Липецк, Воронеж и даже недавняя столица Олимпийских игр. Сразу несколько российских городов едва не ушли под воду. Особенно впечатляла картинка из Сочи, где потоки воды сквозь районы несли гаражи, машины и даже дома, где в воде стояли самолеты и поезда. Людей приходилось вызволять из подземных переходов, снимать с крыш, спасать из затопленных магазинов и детских садов и вылавливать из рек грязи, которые текли по городским улицам. Но сейчас-то уже все позади. Вот как раз и спросим об этом у нашей службы новостей, которая следит за событиями этой субботы. Миш, ну скажи, что происходит в пострадавших от стихии городах сегодня и что говорят синоптики, что, конечно, очень важно. Вадим, да не утешают нас метеорологи. В Центральной России сегодня объявлен оранжевый уровень опасности в связи с сильнейшими ливнями, которые обрушились на регион. За выходные здесь прогнозируют месячную норму осадков. В эпицентре циклона оказалась и Москва. Сильные затопления на востоке города. На некоторых магистралях встал общественный транспорт и ситуацию спасает только то, что сегодня выходной и машин в городе мало. А на подступах к столице на Минском шоссе провалился асфальт. Передвигаться там на автомобиле сейчас весьма проблематично. В МЧС советуют жителям обходить стороной деревья и ветхие строения, поскольку дожди сопровождаются еще и сильным ветром до 20 метров в секунду. А столичная полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием дорогой иномарки. Спортивная модель Порше на огромной скорости врезалась в столб. Авария произошла в самом центре Москвы на Большой Якиманке в 7.20 утра. В машине находились два человека. Оба скончались на месте. За рулем, как сообщило агентство Интерфакс, был сын погибшего 6 лет назад в авиакатастрофе губернатора Иркутской области Игоря Есиповского. По предварительным данным, Игорь Есиповский-младший грубо нарушил скоростной режим и не справился с управлением. Удар был такой силы, что Порше разорвало на две части, а тела обнаружили в десятках метрах от места аварии на мокрой отливной дороге. Ну а в Риге сегодня тучи сгустились над турфирмой под названием «Дом Москвы». Ее сотрудники могут оказаться за решеткой за то, что продавали путевки в Крым. Российский полуостров находится под санкциями Евросоюза, но у представителей турбизнеса вызывает недоумение, как это должно сказываться на желании людей в частном порядке, решившим отправиться туда на отдых. Андрей Хромцов из Риги. Менеджер турфирмы «Дома Москвы» Элеонора Иванова говорит, испытала настоящий шок, когда в их крошечный офис вошли сразу пятеро мужчин и сходу заявили, что сейчас будет обыск. Вот так Элеонора и узнала. Против нее и еще одной ее коллеги возбуждено уголовное дело по статье 84 УК Латвийской Республики «Нарушение установленных международными организациями санкций». Мы продаем туры в Крым, которые запрещены. «Дом Москвы» – это такое культурное посольство российской столицы в центре латвийской столицы. Здесь же можно купить туры по всем городам России. Как оказалось, до трех лет лишения свободы может получить Элеонора за то, что на прошлой неделе оформила два тура. Один за полцены – ветерану войны, второй – гражданину России. Согласно распоряжению Европарламента, с осени прошлого года в странах ЕС запрещено продавать турпутевки в Крым. О том, что мы всегда работали с Крымом, мы никогда этого не скрывали. И на протяжении 10 лет мы работаем с Крымом. Мы всегда гордились тем, что у нас есть там партнеры, что у нас есть хорошие санатории, которые мы можем предложить. Единственный вариант отдохнуть рижанам в теплом Крыму – ехать дикарями. Но местные власти через прессу старательно рекомендовали не делать и этого. Латвийский МИД не может запретить своим гражданам посещать Крым в частном порядке. Однако это не означает, что такое путешествие пройдет бесследно. Например, для местных госслужащих визит на полуостров будет означать практически стопроцентное увольнение. По законодательству у нас не запрещено продавать путевки куда-либо угодно. Но по существу представители силовых органов приравняли продажу путевок в Крым к мобилизации людей в состав террористических организаций. Сотрудники турагентства в Доме Москвы говорят, что будут отстаивать свое честное имя в суде. Какое же это преступление, если помогаешь людям съездить туда, куда они хотят? И Евросоюз, и Латвийский МИД – это совсем не те организации, которые имеют право решать, кому, где и как отдыхать. Андрей Хромцов, Дмитрий Федотов, Рига, Латвия. Специально для НТВ. Срочные новости поступают в эти минуты из Брюсселя. Властям Греции отказано в продлении финансовой помощи. Министр финансов Европейского Союза объявили, что предложение Афин об отсрочке выплат по старым кредитам и предоставление нового транша отвергнуто. Теперь не исключено, что греческое правительство инициирует процесс выхода страны из зоны евро, либо объявит дефолт. В эти минуты в Брюсселе уже без участия греческой делегации продолжается экстренное совещание еврогруппы. Мы следим за поступающими сообщениями. Да, следим за сообщениями по поводу Греции. Ну а теперь о нашумевшей истории, которая началась еще несколько месяцев назад, но у которой именно на этой неделе появилось неожиданное продолжение. Ее главная героиня, знаменитая на весь мир, американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица. Так получилось, что она стала одной из тех там, за границей, кто не стал скрывать своего отношения к событиям на Украине. Долгое время она почти каждый день оставляла записи в своем онлайн-дневнике, давая понятие друзьям и западным коллегам, что нельзя так безгранично доверять тем, кто во всем обвиняет Россию. За бойню на Юго-Востоке, писала она, должны отвечать украинские власти, которые сотнями уничтожают своих же сограждан. Узнав об этом, канадский симфонический оркестр, с которым у Лисицы был контракт, тут же убрал ее из своей концертной программы. А американские музыкальные коллективы, которые раньше с утра до ночи забрасывали пианистку приглашениями поработать вместе, бросились старательно делать вид, что такого музыканта больше не существует. Ну и вот, казалось бы, после такой настоящей травли артисту, внезапно оказавшемуся за океаном, изгоем, остается только одно – уйти в тень и переждать, когда все успокоится. Но вместо этого Валентина Лисица неожиданно объявляет, она едет с концертами в прифронтовые города Донбасса. Вместе с ней в это рискованное турне отправился и наш репортер Андрей Суханов, чтобы разузнать подробнее, зачем ей этот выбор между принципами и успешной карьерой, и на что еще она готова пойти, лишь бы не играть по нотам западной пропаганды. В рамках своего мирового турне она вначале посетит столицу Франции. График у меня сумасшедший. До Парижа я была сейчас в Канаде, на западном берегу в Каунгаре, после этого я ехала в Джакарту. Днем веселая семейная прогулка по парку Трокадеро. Вечером большой сольный концерт в оранжереи дворца Де Богатель. Полный зал и продолжительные аплодисменты. Но вместо того, чтобы в эту ночь почивать на парижских лаврах, пианистка Валентина Лисица спешит в аэропорт. Ну все, с Богом, летим в Донецк. Никакого страха, нет даже тени сомнения на лице. Но улыбка исчезнет, когда из окна машины она впервые в жизни увидит разрушенные войной дома, школы и больницы. О боже. И так один за другим. Украинку по рождению и американку по паспорту в Донецке встречают как национальную героиню. Спасибо. Столицу непризнанной республики украсили вот такими билбордами с портретом звезды. Ну а что простые жители Донбасса, так они уже называют пианистку Валентину Лисицу нежно и ласково. Наша лисичка. Ей выделят просторный номер в самой охраняемой гостинице города. Как в лучших домах Парижа. Там пир. Красота. Она первым делом проверит наличие горячей воды. Все есть. Впереди десятки официальных встреч. Я сюда буду приезжать. Это мой дом, это моя семья. Репетиции, концерты, мастер-классы. Это знаменитая, великолепная, потрясающая Валентина Лисица. Я американский инструктор. Я приезжаю не учить людей, как убивать, а приезжаю учить, как лучше играть на рояле. И каждое утро она будет мониторить свои аккаунты в социальных сетях. Меня даже назвали, что я тролль, маскирующаяся пианисткой. Да вот такого вот доходило. Люди совершенно сходят с ума. Ведь там, на Западе, узнав об этих прифронтовых гастролях, ей тут же объявили настоящую информационную войну. Я с оружием в руках, да? Мое оружие – это рояль, музыка. Что я делаю преступного? Если это преступление, что тогда не преступление? И кажется, под угрозой не только успешная карьера, но и вся ее жизнь. Вот сейчас мне отменят концерты в Канаде, отменят концерты в США. Европа? Я, кстати, не уверена об этом. В тот вечер Валентина Лисица, наступая на пятки комендантскому часу, попросит отвезти ее туда, где слышны выстрелы. О, стреляют! Это жуткая симфония. Это жуть, да. Тишина, отсутствие людей, мало. Вот. До Донецкого аэропорта каких-то пару километров. На вопрос «Вам не страшно?» она отвечает «Страшно». Но не за себя, а за людей, которые здесь до сих пор живут. Ну вот тут все разбили, ничего. А тут люди живут. Ну как они живут? Боже мой. Осторожно ступая на осколки выбитых взрывной волной окон, Валентина Лисица примет, пожалуй, самое непростое для судьбы своей семьи решение. Побыстрее продать вот этот дом на берегу реки в штате Северная Каролина, который она строила словно американскую мечту. Последние 20 лет. Андрей Суханов, Анна Купа и Александр Карлов. Центральное телевидение. Ну вот действительно, кажется, никакой фальши игры на публику. И это, наверное, и в самом деле достойно аплодисментов. Сейчас мы и прервемся на очень короткую паузу, а сразу после нее вернемся к главной теме – теракту в Тунисе. На прямую линию связи уже готовится выйти наш репортер, который в эти минуты находится в госпитале Туниса, рядом с раненой в жутком теракте россиянкой. Ну а еще после передышки драма, подробности которой знает только центральное телевидение. Родные россиян, пытавшихся сбежать в исламское государство, поехали спасать своих близких. Но что, если те откажутся возвращаться домой? Не переключайтесь, оставайтесь с нами, ведь расскажем мы не только об этом. Ваша дочь еще не просила грудь чуть побольше и другое лицо? Может, она просто не следит за современными трендами? Почему родители своими руками готовы превратить ребенка в живую куклу? И как уберечь детей от новой моды, ради которой они бросятся под ножки? Реклама закончилась. Мы снова в прямом эфире. Это центральное телевидение, первое информационное шоу на НТВ. И прямо сейчас мы возвращаемся к главной теме этой недели, жестокому и бессмысленному, гадкому теракту в Тунисе. Напомню, жертвами исламского фанатика стали четыре десятка туристов из разных стран мира, еще столько же ранены. Без вести пропала россиянка Татьяна Хоменко, а ее дочь Екатерина, как сообщили сегодня в посольстве, в местном госпитале. Прямо сейчас с нами на связи с Туниса выходит наш репортер Светлана Чебан. Света, ну начну с самого важного. Несколько минут назад у нас в студии был супруг россиянки Татьяны Хоменко, которая пропала без вести сразу после теракта. Вот что тебе известно о судьбе Татьяны, и насколько я понимаю, тебе все-таки удалось разыскать в местном госпитале ее раненую дочь? Да, Вадим, сегодня нам удалось попасть вот в этот самый госпиталь, куда сразу после теракта привезли 30-летнюю москвичку Катерину Хоменко. У нее простреляно правое легкое и плечо. Всю ночь туниские врачи боролись за жизнь девушки, сейчас ее состояние стабильно. Катя рассказала нам о том, что они с мамой находились на пляже, потому в нее попала одна из первых пуль, выпущенных террористом. И там же на пляже остался мобильный телефон Кате, потому все это время она не могла сообщить своему отцу, что жива, а он места себе не находил и не мог найти свою дочь, потому что его жена и дочка вообще не должны были находиться и отдыхать в этом отеле. Их привезли туда по ошибке. И вот буквально только что Николаю Хоменко удалось дозвониться до своей дочки, до своей Катеньки. У нас есть возможность послушать, о чем они говорили. Алло, папа. Алло, Катюш, как ты себя чувствуешь, доченька? Там ночью нормально, я маму потеряла, я не знаю, где она. Я знаю, ты где находишься, в каком отделении-то? Ты не в реанимации, а вот такой уже? Не знаю. Не знаешь? Ясно. Ну все, держись, Катюша. Все, значит, я завтра тогда это самое, я сам прилечу. Давай, доченька, давай. Все, пока. Ну вот, наконец, смог отец поговорить с дочерью, но все-таки мы хотим знать, хоть какие-то детали проясняются, что известно о пропавшей Катиной маме. Ты знаешь, Вадим, Катина мама Татьяна Хоменко до сих пор числится пропавшей без вести. Катя рассказала, что сразу после ранения она потеряла сознание, потому просто не могла увидеть, куда увезли ее маму. И вот сегодня девушка узнала о том, что обнаружено неопознанное тело женщины. Но Катя продолжает надеяться, что это не ее мама, и что ее мама жива. Вадим? Ну, мы тоже все на это надеемся. Свет, и последнее, о чем хочу спросить, неужели после всего этого кошмара там еще остаются туристы, или все-таки сезон Туниси можно считать закрытым на этом? Да, Вадим, Тунис, наверное, потерял всех туристов, потому что сегодня, когда мы прибыли в аэропорт, мы были чуть ли не единственными в зале прилета. Зато зал вылета просто переполнен. Туристы со всего мира пытаются вылететь домой любой ценой, но сделать это не так уж и просто, потому что авиакомпании просто отменяют все рейсы. А некоторые чартеры разворачивались в небе, когда приходила новость о теракте. Имея в виду такую ситуацию, например, правительство Словении направило свой правительственный борт, чтобы забрать, эвакуировать своих туристов. То же самое собирается сделать и Бельгия. Будут ли эвакуироваться российских туристов, пока неизвестно. Они не очень-то горят с желанием прекратить отдых, прекратить свой отпуск, потому что вот вчера, сразу после нескольких, после нескольких часов после теракта их видели на том же самом расстрельном пляже. Они пытались туда проникнуть и продолжить веселье. Бадим. Ну, понятно. Спасибо, Свет, за подробности. Спасибо. И вот вы знаете, ведь эта серия терактов, Франция, Кювейт, Тунис. Последняя, но далеко не единственная попытка боевиков-исламистов запугать нас. Во вторник террористы забросили в интернет очередной эпизод своего жуткого реалити-шоу, персонажи которого приговоренные к мучительной смерти заложники. Вот эти кадры. Железная клетка с пятью пленниками медленно опускается в бассейн. Несчастные судорожно хватаются за прутья, пытаясь глубоко вдохнуть в последний раз в жизни. Через несколько секунд их лица скроет вода. Да, это действительно страшно, но ведь на самом деле не меньше пугает и то, что до сих пор во всем мире находится немало желающих увидеть все эти зверства своими глазами. И все мы знаем, среди тех, кто готов распрощаться со спокойной жизнью и добровольно отправиться в логово фанатиков, немало европейцев. Вряд ли кто-то успел забыть историю Варвары Карауловой, которую вместе с десятком других россиян задержали на границе Турции и Сирии. Среди них была и эта взрослая девушка Алсу из Ульяновска со своим трехлетним сыном. На этой неделе ее мать вместе с нашим репортером Юлией Шатиловой отправилась в Турцию, чтобы забрать домой своих близких, которых до сих пор держат там, в миграционном лагере. Что вышло из этой отчаянной попытки матери вернуть свою дочь и чем закончились истории остальных переписчиков, увидите прямо сейчас. Она проверит, не забыла ли гостинцы для внука, позвонит по номеру дочери, которая молчит с того дня, когда та якобы уехала в Самару лечить ребенка, а нашлась в шаге от стана религиозных фанатиков и в самолет до Стамбула. А потом еще тысячу километров на восток, на границу с Сирией, ИГИЛ там, за горами. Обиды у вас нет, что она вот так уехала, ничего не сказала, сбежала. Сразу мгновенно было, а потом я думала, ее надо спасать, а не рвать. Жители этого затерянного в пустыне городка давно привыкли к бреющим полетам истребителей ВВС Турцию и к сирийским беженцам, спасающимся здесь от головорезов ИГИЛ. Хава еще одна отважная россиянка на вечерних улочках этой нетуристической Турции. Прилетела из Грозного за братом Муслимом, он тоже среди задержанных со студенткой Карауловой. Сестра хочет верить, это какая-то ошибка. Я не думаю, что мой брат ехал в Сирию воевать, он ехал учиться в Египет, но как тут оказался, он сам даже не знает. А это Танзеля уже в отделении полиции. Пробиваясь с фотографией дочери сквозь шумную турецкую толпу, она, кажется, только в этот момент начнет осознавать, какая это авантюра, примчаться сюда, не зная ни слова, даже на английском. И удача. Местный журналист немного понимает по-русски и вспомнит, что снимал каких-то задержанных на границе с Сирией. Вот он мой, мой внук. Узнаете, да? Он мой внук. А вот и сама Алсу в цветастом платье в пол возвращается за вещами. Такой, а не модницей с дерзкой челкой. Ее дочь стала после того, как влюбилась в чеченского парня по имени Иса. А когда тот загадочно исчезнет, скажут, что погиб в автокатастрофе, но тело так и не найдут, Алсу и вовсе уйдет в себя, часами переписываясь с кем-то в интернете. В палатке начала ходить, вот длинное платье одевать. Меня ругала, что я на масочке не читаю. Узнав, что россиянки прилетели забрать своих родных, турецкие полицейские обрадуются. Начнут готовить документы, чтобы быстрее переправить Алсу и муслима в Россию. Пусть только родственники купят им билеты. Со мной поедет она, да? Спасибо вам. Вам большое спасибо. Повеселев, Танзеля будет представлять, как сильно дочь обрадуется, увидев ее здесь, посреди пустыни, и что совсем скоро будет нянчить внука в родном Ульяновске. Ей разрешат встретиться с Алсу прямо сейчас, и она убежит, забыв снять микрофон. То, что их первый разговор записан на пленку, иначе как чудом не назовешь. Вот, мама, можешь не плакать. И рука у вас умерла. Погребные слезы уже не поеду, но вот сейчас. Не могу вести, наверное, не могу. Можешь, можешь, можешь. Сейчас, сейчас не пойду. Я ползу. И все слова поддержки, что она так долго репетировала, встанут комом в горле. Неужели дочь, побывав на краю пропасти, так ничего и не поняла? Неужели не одумалась? Когда услышала это, вообще не знала, что делать. Я же в огоне лежала. Что там творится, ты не знаешь. Надо придумывать. На утро Хава уже в отделении полиции покажет билеты, и турки начнут готовить брата к депортации. Танзеля будет умолять отправить и ее дочь с ней принудительно. Полицейские разведут руками. И больше нет сил. Больше слова нету. Я не знаю, как дальше буду жить. Впервые Хава увидит брата только в аэропорту. В окружении турецких полицейских в штатском. Его привезут перед самым вылетом. Подойти, обнять, расспросить обо всем так и не решится. Он смерит таким взглядом, что мурашки похожи. Ну, вы знаете, какие у нас мужики. Он снова даже не скажет. И лишь в Москве, взяв на руки трехлетнего сына, ее муслим, как будто и правда, наконец вернется. Покраснев, прижимая малыша, смущенно уйдет в другой конец зала. А Хаве только и останется верить, что эти детские ладошки на суровом лице брата – веская причина забыть о чужой войне. Вернувшись в отель, словно оглушенная, Танзеля упадет на пол. Ведь ожидала чего угодно, что не сумеет объясниться с полицией, что те откажутся отпускать дочку, но не того, что дочь наотрез откажется ехать с ней домой. Из этого города, откуда до логово ИГИЛ, чуть больше часа везет. Юлия Шатилова, Оксана Веселева, Степан Чирич и Антон Янченко. Центральное телевидение. Ну да, теперь, наверное, уже вряд ли кто-то сможет помочь матери Алсу, которую дочь окончательно потеряла. Ну а если отбросить эмоции в сторону, возникают сомнения, а нужно ли вообще силком тащить обратно тех, кто так хотел оказаться среди террористов. Вы со мной не согласны, но вы знаете, наверное, тут есть о чем поспорить, но времени на разговоры у нас нет. Возвращаемся к новостям этой субботы. Миш, ну вот я вижу, агентство просто пестрят сообщениями о какой-то невероятной аномалии. В Вашингтоне над Белым домом засияла радуга. Вадим, даже не над Белым домом, а сам фасад Белого дома был подсвечен в радужные цвета. Так глава государства и его администрация отметили знаковое решение Верховного суда. Он постановил признать законными однополые брачные союзы на всей территории Соединенных Штатов. Ну, известно, что цвета радуги – это яркий символ ЛГБТ-движения. До минувшей пятницы запрет на заключение нетрадиционных браков действовал в 14 штатах. При этом, несмотря на то, что практически весь политический американский эстеблишмент выразил поддержку принятому решению, многие простые американцы восприняли его в штыки, как это часто бывает, когда религиозные воззрения вступают в противоречие с законом. Алексей Веселовский передает из США. Над Америкой подняли радужный флаг. С перевесом всего в один голос Верховный суд США решил исход битвы за права сексуальных меньшинств. Отныне однополые браки разрешены на всей территории страны. Не то, чтобы секс-меньшинство тут особо притесняли, но до этого дня подобные бракосочетания были запрещены в 14 из 50 штатов. Так что теперь, по мнению многих тысяч американских геев и лесбиянок, они добились справедливости. Мы очень рады. Мы поженились два года назад в Калифорнии, а сами живем в Атланте. И мы счастливы, что теперь наш брак законен по всей стране. Это по-настоящему великий день. В Нью-Йорке события праздновали у гостиницы Stonewall, где, как считают, началась борьба за права секс-меньшинств в Америке. Вспоминали даже про отцов-основателей Соединенных Штатов. Мол, даже они еще тогда, когда об этом и говорить было страшно, уже сочувствовали. Да, я знала, что доживу до этого дня, потому что первые лидеры оставили такую возможность для наших семей в Конституции. Я знаю, что они это сделали. Сами того не зная, не думали про меня. Я счастлива. Американский президент Барак Обама вышел поддержать ликующих в розовый сад Белого дома. Место вряд ли выбирали специально из-за названия. Обама подчеркнул, что сегодняшнее событие – победа для Америки, поэтому она историческая. Но попросил слишком рьяно радующихся не забывать об американцах, которым новость пришлась не по вкусу. Я знаю, что у многих добропорядочных американцев есть другие взгляды на эту проблему. Их протесты в ряде случаев основаны на искренней и глубокой вере. Мы все, кто приветствует сегодняшнее известие, должны помнить об этом и признавать другую точку зрения – уважать религиозную свободу. Республиканцы встретили решение Верховного суда в штыки. Его назвали богомерзким и отвратительным. Губернатор штата Висконсин Скотт Уолкер даже попросил президента гарантировать, что обычных американцев не будут принуждать к участию в мероприятиях, нарушающих их представление о религии. Но на деле противники «Радуги» теперь мало что могут сделать. Единственный вариант – это внесение поправки в Конституцию о запрете однополых браков. Но добиться этого будет практически невозможно. В Америке уже звучат предложения о том, чтобы сделать 26 июня общенациональным праздником. Но до полной окончательной победы с секс-меньшинством в США еще далеко. В некоторых штатах до сих пор действуют законы, по которым за нетрадиционную сексуальную ориентацию могут уволить с работы или откажут в услугах. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, НТВ, США. Интересная фраза была в материале. До полной и окончательной победы с секс-меньшинством еще далеко. Вот любопытно, а как же будет тогда выглядеть полная и окончательная победа этих борцов самых? Да не знаю, может быть, американские власти не просто подсветят «Белый дом» цветами «Радуги», а разрисуют его масляной краской? Ну и как тогда он будет называться? Ну да ладно, это их на самом деле дело. А прямо сейчас мы должны сделать очень короткую передышку. Ну а сразу после нее тема, которая тоже наверняка потрясет многих, и особенно российских мам, пап, бабушек и дедушек. Не переключайтесь, дождитесь, оставайтесь в Центральном телевидении и НТВ. Ваша дочь еще не просила грудь чуть побольше и другое лицо? Может, она просто не следит за современными трендами? Почему родители своими руками готовы превратить ребенка в живую куклу? И как уберечь детей от новой моды, ради которой они просятся под нож? Реклама пролетела почти незаметно, и мы снова вместе в прямом эфире НТВ. Центральное телевидение. Первое информационное шоу. Точное время, напомню, 19 часов 58 минут и 35 секунд. Ну и рассроченных новостей на лентах, как я вижу, пока никаких. Расскажем о том, что авторитетные международные социологи уже назвали невероятным российским феноменом. Оказывается, несмотря на финансовые трудности и экономические волнения, россияне по-прежнему не жалеют денег и готовы туже затягивать собственные пояса, лишь бы продолжить баловать своих детей и внуков. Ну и ведь в этом, наверное, нет ничего плохого. Это я вам как дважды отец говорю. Только вот, как стало известно на днях, баловство это порой принимает совсем уж огромные размеры и немыслимые формы. Ну вот, например, я сейчас обращаюсь к зрителям в нашей студии. Знаете ли вы, что некоторые нынешние выпускники просили и продолжают просить у родителей в подарок на окончание школы? Знаете? Нет, ну не только поездку на море или крутой планшет. Оказывается, сотни вчерашних школьников и школьниц умоляют своих мам и пап подарить им пластическую операцию. Нашего репортера Алексея Квашенкина тоже шокировала эта странная мода, и он решил разобраться, чего это подростки вдруг взяли, что красота требует таких жертв? Ну а еще придумал эффектный, а главное, эффективный способ их от этого абсурда отговорить. Это не свидание вслепую, но между художником и его моделями ширма и их лиц он не видит. Меня зовут Алина. Маргарита. Меня зовут Яна, мне 19 лет. Его рукой будет управлять не наметанный глаз, а голос из-за ширмы. Девушки рассказывают о том, какими они себя представляют, а художник рисует с их слов. Когда улыбаюсь, я похожа на бурдочка, у меня появляются большие щеки. Для кого-то красота – это дар божий, и со слов девушек становится ясно. Они уверены, что этим даром их обделили. Губы и глаза, и лоб, и щеки – все достаточно крупное. Мне, честно говоря, не нравятся верхние губы. Я бы хотела бы изменить переносицу. То, что с испокон веков казалось неизменным, черты лица, формы и объемы в наши дни корректируются радикальными методами. Пластический хирург, конечно, не бог, но способен вылепить из глины человеческого тела, кажется, что угодно, хоть живую куклу Барби. Пластическая хирургия превратилась в какого-то монстра. Она разрослась до каких-то гигантских размеров. Хирургия у нас внизу, там мы занимаемся эстетической хирургией. Здесь мы занимаемся лазерными технологиями удаления волос. Там у нас стоматологию мы открываем, потому что у людей должна быть красивая улыбка и красивый рот. Мы дошли до того, что даже мы научились выращивать костную ткань для удлинения пальцев. Например, вот сейчас мы будем делать кости. И вот он представляет нам свою Еву. Первую операцию он сделал ей, когда она была еще подростком. Ева не устраивала свой нос. Это было довольно странно, потому что девочке 15 лет. И уменьшил он ей нос, а на другой год увеличил грудь. Родители там участвовали, отговаривали, конечно, всеми фибрами возможными. Мама там вообще хотела костюмить. А сейчас отцы сами готовы превращать своих дочерей в живых Барби. По поводу груди. Мы такие операции даже делаем иногда и в 16-17 лет, когда видно уже, что человек просто созрел. И это еще не предел. Знакомьтесь, сестры Бриттани и Чарм Николь. Среди фотосессий, фитнеса и ночных клубов обязательный пункт их программы на день – клиника красоты. Я увеличила себе грудь, когда пошла в старшие классы. Первую пластическую операцию я сделала в 10. Скорректировала себе почек. Я серьезно, в нашем кругу это просто ненормально, если у тебя не увеличена грудь. Рано подсев на иглу с ботоксом, девушке, кажется, уже не в состоянии остановиться. Вот объясни мне сейчас, зачем тебе ботокс? Ну, чтобы в ближайшие 5-10 лет не начали появляться морщинки. Как и британка Сара Бёрдж, обладательница титула «Живая Барби». В свои 50 с небольшим она сделала уже 150 с небольшим операций. Уши, скулы, подбородок, глаза, потяжка лба, потяжка груди, бедра, ягодицы. И вот теперь своей дочери она делает лучший, на ее взгляд, подарок, невзирая на возраст. Это сертификаты на репосакцию и увеличение груди. Один мне мама подарила на Рождество, другой на день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. И хотя мать утверждает, что эти сертификаты дочь со временем может обналичить, ни машину, ни кругосветное путешествие Поппи не хочет. Я мечтаю скорее вырасти и стать такой же красивой, как мама, чтобы у меня была такая же большая грудь. Москвичка Аня, хоть и старше заморской Поппи, в 11 лет ее волнуют не взрослые формы, а маленькие недостатки, с которыми она сама справится не в состоянии. Хотим сделать операцию, хотим ушки подрезать немного. Может, и с ушками. Ну, чтобы покрасивее были. А что сейчас? Некрасиво? Ну, я думаю, они очень. Очень как такие. Да, я кучу мурашки. И кажется, где ее провести, эту грань, за которой заканчивается понятное желание девочки быть еще немного красивее, и начинается проблема, которую без вмешательства хирурга уже не решить. На самом деле все люди прекрасные. Просто каждой женщине, каждой девушке нужно найти того человека, который ее полюбит. А это вторая часть эксперимента. Теперь художник пишет портлеты девушек уже не с их слов. Такими своих девушек видят парни, решившие связать с ними свою судьбу. И кажется, молодые люди рисуют совсем другую картину. У нее очень приятные черты лица. Пышные губы, красивые глаза очень. Когда она улыбается, она на ленивца похожа. И вот настает момент, когда девушки могут увидеть свое истинное лицо. Вот что у нас получилось, посмотрите. Ух ты. Так. Ну, смотрите, здесь глаза такие... Намного лучше, намного красивее. Ух ты. Более ярко... Вот этот, да? Да, выражены глаза и нежная часть лица не такая массивная. И может быть, это не самые честные портреты, зато уж точно самые искренние. Не имею в виду.